всем привет дорогие друзья канал покашеварим сегодня рецепт давненько не было витали чё-то как-то все по обзорам несправедливо канал все-таки кулинарный в первую очередь поэтому сегодня рецепт но рецепт правда связанный с обзорами чем мне понравилось последнем обзоре последний обзор был на грузинский ресторан сапирави кафе и там все было ну так по-грузински неплохо но было шикарное блюдо которое называлось баклажаны сулугуни в томатах со специями и у меня здесь на столе баклажаны сулугуни томаты и специи я хочу это блюдо повторить попробовать что она мне изумительно понравилось мне кажется у меня получится сделать ну хотя бы на 90 процентов и это уже будет кайфово готовим баклажаны баклажаны их надо порезать на пластинку конечно мы будем делать рулетики избавляемся от попки и нарезаем можно это делать наверно слайсером но я так и ножом нормально справлюсь довольно тоненько все когда неудобно я вот так вот делаю кладу на стол и вдоль стола чуть придавливая нарезаю у нас из одного баклажана получилось довольно много довольно много пластинок то есть одна пластинка считает один рулетик я воспользуюсь тем что у меня еще есть один баклажан и нарежу еще пластинок все у такая гора баклажанов получилось и теперь их надо бы немножко засолить соль она вытягивает влагу из любого продукта в том числе из баклажана почему это стоит делать с баклажанами честно говоря не знаю но первая мотивация в том что баклажан щек станет по суше он будет меньше брызгаться он будет более плотный когда обжарится это хорошо вторая мотивация это то что баклажаны якобы горчат хотя мне кажется последнее время это исключительно какие-то ситуации баклажаны практически никогда не горчат но тем не менее выделение влаги за счет соли она избавляет еще и от горечи дополнительно поэтому почему бы нам это не сделать хотя в принципе можно пожарить баклажаны уже и в таком виде это тоже будет норм выкладываем баклажаны параллельно я их вот так вот буду присаливать мы потом соль промоем поэтому не переживайте что мы переборщим можно замочить в подсоленной воде тоже такой знаете типа рассольчик сделать и баклажаны сразу прям в воде замочить но это уже кто как хочет все оставим их минут на 15 на 20 чуть-чуть вот перемешав сейчас они дадут влагу мы посмотрим сколько влаги выделиться благодаря соли на 15 минут оставляем возьмем половину луковицы пока сделаем соус я для этого беру половину луковицы я не знаю если там в рецепте кафе сапирави лук но я добавлю мне кажется он вообще всегда в тему куда его не добавишь он везде хорош и конечно же чеснок да какое грузинское блюдо без чеснока причем чеснока как мне кажется должно быть довольно много поэтому я возьму не за ради остроты а за ради аромата возьму четыре дольки на соус должно хватить таким вот образом избавляемся от кожуры она легко сходит после удара нас остается филе чеснока но правда в нем все равно вот эти попные артефакты остаются от них тоже избавляемся вот так вот срезаем попочки и все чесночок нарезаем мелко-мелко либо пропускаем через чеснокодавку уже кто как хочет об не избавился от артефакта уходи уходи и не возвращайся и не возвращайся ко мне кто ари услышал напишите в комент все у нас сладкая парочка готова лук и чеснок они просто обязательно должны быть погнали к сковородке добавляем маслица я добавляю оливковое у меня не рафинированная она дополнительно даст вкус хотя на нем жарить вроде бы противозаконно насколько я понимаю добавляем чеснок и сразу лук все мгновенно пошел аромат я уменьшаю огонь то что меня что-то сильно он горит сейчас чеснок подгорит и будет горчить давайте пожарим буквально на минуты полторы чтобы просто размягчить и лука чеснок они еще протушатся вместе соусом чуть-чуть так вот до легкой золотинки как коричневеть начнет мы двинемся дальше король орегано добавляет орегано это же специя прогревается обожаю эту травку она чумовая вообще вообще не уверен что вот эти вот ароматы они законны одновременно вот чтобы вы понимали у нас пахнет чесноком а чеснок это один из самых главных стимуляторов аппетита плюс к чесноку добавляется мой любимый орегано ну и конечно запах лука и все это одновременно у меня на кухне сейчас пахнет чумой кулинарный очень вкусно повторять лучок зазолотился и мы добавляем томаты в собственном соку все это перемешаем чтобы лук дальше не жарился с чесноком и будем сейчас этот соус делать бомбическим кстати этот соус вполне подойдет для пиццы можете использовать этот же рецепт так пускай он нагревается нам надо чтобы он легко кипел минут 20 для загущения в этот же соус мы добавим еще базилик можно фиолетовый можно зеленый это неважно я беру только листики то что общем то по большому счету основной аромат дают листья измельчим и добавим сейчас именно на этом этапе я добавлю в соус то что я хочу чтобы базилик максимально отдал свой аромат пускай он тушится вместе со всеми остальными братьями по вкусу погнали к соусу и почему бы нам сразу не добавить кинзы кинза это тоже основа грузинских ароматов но это мое мнение я могу ошибаться конечно но кинза чеснок это просто обязательно к добавлению это всякие такие тушеные блюда я ее тоже буду добавлять сразу то есть меня нет задачи и использовать как свежую зелень типа для красоты я хочу чтобы она поделилась ароматами я теперь кинзу люблю раньше мне казалось кинза пахнет клопами а теперь она пахнет просто божественным тоже отправляется туда вы видите да что происходит соус соус конечно же не готов его надо посолить поперчить и добавить внимание сахара сахара сахар в томаты это всегда ну на самом деле посолить и поперчить вы можете в самом конце подстраиваясь под свой вкус я это делаю по ощущениям равно как и сахар я добавляю по ощущениям потом если что скорректирую если мне покажется слишком кислым этот соус смотрите в принципе и так густой я хотел его минут на 20 оставить но наверное оставлю еще минут на 10 на небольшой температуре потомиться чтобы он чуть погуще стал то что мы все равно потом еще будем запекать вместе с баклажанами ох ребята каю просто и космический рецепт серьезно он очень простой но очень вкусный томаты пропарились проварились вот смотри стали такие густые можно ложкой есть минут за десять у меня это случилось так вот да вот за 10 минут все огонь аромат классный а что же с баклажанами случилось вот смотрите видите они дали влагу то есть довольно много влаги выделилась и это хорошо пойдем их промоем под проточной водой и обсушим баклажаны на какой-нибудь полотенце и надо их просушить ну либо дать высохнуть естественным путем то что лишняя влага нам не нужно мы вроде от нее избавлялись а тут как бы она остается нет это не это не порядок с двух сторон хотя бы промоем макнем все можно обжаривать теперь наша задача обжарить баклажаны с двух сторон до красивого цвета буквально минуты по полторы будет впитываться масло не переживайте к перевернем масло как бы обратно разойдется его можно снимать я выкладываю на салфетку чтобы лишнее масло впиталось и погнали следующая порция я в этот соус немножко добавлю сливки потому что у меня ощущение что вот в рецепте который делали в сапирайве кафе он такой соус довольно светлый сверху ты прям перегустил мне кажется короче сливки будут не лишними я все это богатство буду сейчас запекать с баклажанами поэтому на дно мы выкладываем соус у меня форма наверно великовато для такого количества баклажанов и соус поэтому я так сконцентрирую в середине и пусть ждет своего часа у меня есть кусок сулугуни но честно скажу я не ездил на рынок и это наверное небольшая ошибка то есть для того чтобы сделать вкусно что-то сулугуни надо купить вкусный сулугуни это магазинный вариант он не в рассоле был он был просто в вакуумной упаковке и это не очень хорошо делаем брусочки которые нам удобно будет заворачивать в баклажаны и погнали крутить рулетики кусочек сыра давайте баклажанчики так вот в топим прям соус и все 200 все у нас маленько все под расплавилась оба на глянь сверху конечно же ну надо по грузински все это присыпать еще всякой красотой от кинза у меня и в принципе блюдо готово нет ничего лучше чем видеть перед собой целую такую вот емкость с баклажанами сулугуни еще все это автоматно сливочном соусе мне кажется то что я добавил сливки это добавила кайфа этому блюду я не могу вообще мне эти кинза чеснок вот эти все ароматы они конечно они просто убивают во мне адекватного человека очень вкусно слушайте а мне кажется как раз то что я добавил сливки в это блюдо и добавила вот этого вкуса сладко сливочного я извиняюсь за тавтологию который я ощущал в блюде от ресторана сапирави кафе не на сто процентов получилось повторить вкус то есть если там я был в восторге тут я в восторге с минусом это клево получилось это очень вкусная закуска то есть да немножко муторно делать она простая но заворачивание обжаривание довольно долго время много времени занимает вот но итоговый вкус и эффектность блюда пожалуй компенсирует за парки с которыми мы делали это блюдо огонь ну и честно признаюсь основной косяк этого блюда это сулугуни покупать в вакууме сулугуни какой бы он не казался вам неплохой в магазине это противозаконно я запрещаю хотите вкусного блюда сулугуни это касается хачапури это касается вот таких всяких блюд идите на рынок ищите бочки ищите ведра с рассолом где лежат вот такие большие килограммовые полутора килограммовые круги сулугуни отрезайте берите самый жирный кстати он самый вкусный отрезайте и кайфуйте здесь сулугуни потерялся честно он такой пресноватенький он у нее есть вкус легкий такой вот этот специфический но очень легкий он потерялся нужен хороший сулугуни в целом блюдо огонь ну то есть я не могу сказать что мне что-то не нравится чуть-чуть не доделано до того рецепта то есть что-то там есть какие-то свои приколы может быть кориандр бы кстати еще добавить было бы неплохо вот но в целом блюдо на пять то есть это блюдо клевое которое вы поставите на стол все кайфанут здорово все у нас пропорции в описании к видео повторяйте смело но купите хороший сулугуни это сразу залог успеха вот хотя и так в принципе довольно успешно баклажаны с сыром и с офигенным томатным соусом рад что посмотрели если поставите лайк я буду рад вдвойне спасибо за участие в моей жизни так сказать вам огромный респект всем пока до скорых встреч повторяйте смело да вот сулугуни жалко все хорошо но сулугуни надо было все таки блин у нас вот 200 метров надо было пройти чтобы купить сегодня сулугуни а так клево вот ты сейчас попробуешь скажешь тебе понравился или нет будешь пробовать до конца до конца